Заряд есть РПГ-шника. Вот это вот брешь и просто вылетает сама граната ОГЭ-9М. Осколочная граната. А как по точности вообще? Ну, вполне нормально. Надо просто пробить баллистику на полтора максимум летит. Ну, я знаю, где у меня есть ориентиры, я знаю дальность, я геть валю так, как треба. Выбачать вот такие, мы тебе передо мной? Конечно, надо. И даже штуки, если пару штук есть. А вы, подчекай, вы их станка запасите? Ну, получается, все тренога, да? С РПГ? РПГ! Серед я назад. У нас здесь так все заросли напит. А теперь в футбол можно играть. Не, вот. А что это? Град партизан. Ну, там еще одна, та, что ближе к нам. Через 200 метров еще. Ну, нормально. Было 18 или 20 приходов. Требуха, вот такая вот обувь. Да. Град партизан. Или беру игру. Ну, я весь замок. Ты должен ее смысл. Я, стоим, либо его внухом. Ну, он трошки мозги не мешала. Ну, поставляем я, конечно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Грубо говоря, не хватает классных пацанов, в армии такой должности нет, не хватает, всегда был дефицит, надо больше пацанов, которые геть мотивированные на то, чтобы без благодарности, без отдачи ответной, полностью трудились там на благородины. Таких немного, но они есть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну их немного, кстати, уже сейчас армия, например, у меня сейчас подразделей вообще не пьют, ни при каких условиях, в форме никто не пьет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте! Здравствуйте! А ты офицер? Субтитры делал DimaTorzok Мы резко перескочили с мобилизированной на контрактную армию, не просчитал момента дефицита людей, и сделали дебильную рекламу, что армия дает работу. Армия не дает работу. Иди, чувак, в армию, если ты хочешь пожертвовать своей жизнью ради товарищей, там еще чего-то, ради родины и тому подобное. Мне не зарубичаны тут нужны. Мне здесь реально нужны профессионалы. Я тут служил в этой армии, и когда 3000 платили, и когда 7. Мне как-то... И ты с 2013 года не устал? Я воевать не устал, устал бороться с дебилами. Вот это устал. На самом деле, честно. У меня истеричка все называют, потому что перед тем, как выполнить приказ, как Брик когда-то, ну, комбат душит. Брик всегда говорил, если хочешь что-то сделать, что-то выполнить, им дать задание, спроси, зачем. Всего должна быть какая-то цель. Написать какой-то журнал завести для того, чтобы его просто завести, это бред. Завести журнал для того, чтобы, например, проверить настрел данного автомата и списать его через определенный момент, это другой вопрос. Я не знаю, кто зачем в армию пришел, но, как по мне, армия создана для того, чтобы его убивать. Либо в обороне, либо в наступлении. У нее другой цели нет. То есть, я не верю в армию, которая стоит, подметает плац. Пока армия доросла в плане понимания войны, командир роты понимает более-менее все, что здесь нужно. А вот командиры батальона почти все понимают. А вот это вот между нами прослойка тыловая, там всякие начальники служб, всякого вот этого фигня, они не понимают. Как там, блин, закон Мерфи для армии, да? Ни одно прошедшее проверку подразделения не готово к бою. Ни одно готовое к бою подразделение не прошло проверку. Если вещи должны быть использованы в бою одновременно, их никогда не доставляют в одну точку. Мины и взрыватели, потом бегаешь и ищешь, блин, на машине, где взрыватели или где мины. Первый раз мне попалось, выдали вот так. Комплект. И ПБСы, и планки к ним. Ну, типа, что я показывал. Вот эта штучка и ПБС. Обычно только ПБС. И ты десь, здесь правильней, сколько оно бьет, и ты себе знаешь, что ты так стреляешь. А так обычно не комплект. У всех есть ручки заточены, есть энтузиазм, вся фигня, все хотят что-то сделать, но по рукам постоянно бьют. И по шее бьют. И по всему бьют. Причем командование. И ручки-то опускаются, уже ничего не хочешь. Хочешь себе отсидеть всю ротацию. Пошли они все нахер-то и... Ну, что? Ну, ты же не отсидеваешь и не пішел? Да, у меня есть энтузиазм. Бэ, когда у меня опускаются руки, приходят такие, как профессор, он как шахта, блин. И начинают ныть. Что нельзя стоять на месте. Ну, начинают, окей, зажигаю всех. Мы друг друга зажигаем периодически. Ни одной медальки, оба участники Дебальцева. И что, вам не дали ни одной медальки? За задачу Дебальцева дали. Ну, опыта атакующих боев нема вообще, бля. Ну, чтобы учили этому, к примеру. Или, чтобы кто-то знал, как правильно атаковать. А, 14-го года. А? Вот и все, да. Кто приехал, кто пришел, 14-й, тот помнит, что такое двигаться в парад. Я вот сейчас пока советовал бы всем копать в сторону противника. Говорит, классная тема. За четыре года уже бы копы соединили посреди Донецка, бля. Не хер бы, что ты сделал. Солдат, двигающийся в окопе на тебя, не убивая ни артиллерии, ни танками, ничем. Танк против окопа вообще не шел, потому что он не может в него закинуть. Над ним только, главное, брустер сзади не делать и лечь там все.